При соответствии с темой транспортной реформы участник проекта «Новая лица» расскажет о проблемах городского транспорта и предложит варианты их решений. С Питер Алексей Андреевич, правительство Харьковской Росвитии. Добрый день, благодарю за то, что пришли обсудить такую важную тему, как Харьковский транспорт. И в первую очередь я хочу сказать, что вся проблема городского транспорта, скорее всего, в менталитете. То есть наш электротранспорт, который просто уничтожается, наши маршрутки и так далее, это все следствие того, что городская власть ставит акценты в плюс на пользователей автомобилей. То есть в городе Харькове 232 автомобиля на 1000 человек. То есть 1,5 населения пользуется автомобилем. Но городская власть учитывает интересы именно этой части населения и решает вопросы именно этих людей, а не 80% которые пользуются общественным транспортом, велосипедами или ходят пешком. Например, Энрико Пиньялоса, это мэр Богаты, проводя свою транспортную реформу, сказал, что ущемление прав автомобилистов в пользу пешеходов – это именно то решение, которое может обновить всю транспортную реформу, всю транспортную систему. Велодорожки – это символ демократии. Когда человек передвигается по городу на транспорте за 30 долларов, и в то же время есть человек, который передвигается на автомобиле за 30 тысяч долларов, и они равны. Это вот именно тот признак демократии. К сожалению, в нашем городе не учитываются пользователи велосипедов, их интересы. То есть у нас по факту нету велодорожек. Единственное, это то, что на Пушкинской нарисовались 100 метров. Непонятно зачем, непонятно для кого. То есть велодорожка – это именно тот маршрут, который должен связывать жилые массивы, условно бедные районы с центром города, с местами, где есть работа и так далее. Но, к сожалению, у нас такая работа не проводится, поэтому у нас и проблемы с транспортом. По поводу трамваев. В городе Харькове 97% трамвайного состава прошли свой возраст эксплуатации. Рельсы практически 100% уже тоже прошли срок эксплуатации, поэтому решать эту проблему надо сейчас же. Как мы видим, уже больше 45 трамвайных дрифтов, так называемых. То есть нам везет, что еще не было смертельных случаев. Но может быть такой вариант, и городская власть должна уже реагировать и что-то делать. Какие варианты? В первую очередь это снятие тех маршрутов, которые экономически невыгодны. То есть по центру, может где-то на окраинах люди ездят, в маленьком количестве незаполняемые, но деньги тратятся на эксплуатацию трамвая. То есть оптимизация трамвайных маршрутов – это первое. Соответственно, второй момент – это на плечах государства, это монетизация льгот. Потому что 68% пользователей трамвая – это, ну так сказать, льготники, которые по факту не учитываются в подсчете оплаты денег. И поэтому, ну как вы знаете, государство у нас очень плохо выделяет деньги перевозчикам, а перевозчики как бы тоже не заинтересованы почему-то выбивать эти деньги. Ну и они не учитывают, сколько льготников проехало за этот, за период, там месяц, год, за неделю. Поэтому монетизация льгот – это одно из основных, что может начать спасать общественный транспорт. Второе решение, ну и как продолжение оптимизации системы трамвая – это именно постройка скоростных путей для скоростного трамвая. То есть скоростной трамвай по пассажировой вместимости второй в классификации среди транспорта после метро. То есть это будет трамвай, который ходит на длинное расстояние, но с минимальным количеством остановок. Ну и соответственно с определенной скоростью, что мы сможем там проехать 10 километров за 15, 10, 20 минут. То есть мы будем знать за сколько. Также с этим обязательно нужно обязать и частных перевозчиков маршруток, и трамваев, и троллейбусов и так далее, всех перевозчикам на всех остановках оборудовать информационное табло с расписанием. То есть тут даже ненужное электронное табло можно сделать, как в странах Балтии, на столбах. Вокруг столба есть такие, как капсулы прозрачные. Под ними видно расписание каждого трамвая, троллейбуса и любого другого транспорта, который ходит через эту остановку. Расписание на будний день, расписание на выходной. То есть пассажир должен знать, во сколько здесь будет тот или иной вид транспорта. Второе продолжение – это метро. Достройка метро, например, сейчас актуален вопрос достройки до Одесской, но скажу, что это экономически очень тяжелая процедура, и скорее более легким для города будет вариант постройки скоростного автобуса, как это сделано в Багате или, например, в Стамбуле есть от аэропорта тоже. То есть по середине проспекта идут выделенные две полосы для автобуса, которые не зависят от автомобилей, от трафика, и двигаются в оба направления остановки посередине. Это еще дает плюс, что на эти остановки заходят люди через турникеты, то есть не теряется время в самом автобусе на обелечивание. И еще один плюс такого скоростного автобуса – это то, что там можно использовать автобусы большей вместимости, то есть там на шесть дверей, ну, как у нас есть троллейбусы, то есть можно такие автобусы. Третий вопрос – пешеходных зон, и тут опять-таки мы вернемся к ментальности. У нас всегда, если постоят пытания пешеходных зон, то это в центре. Все или предлагают или Сумскую, или там Полтавский шлях, но есть такая система градостроения, как полицентричность. В данный момент у нас все пытаются открыть офис в центре, чаще на Сумской, то есть все тянутся почему-то в центр, потому что это престижно, там, это выгодно, ну, честно говоря, непонятно, почему именно имидж зависит от расположения офиса в какой-то центральной части города, если есть в этой системе полицентричности, вокруг ядра центра развитого находятся районы, ну, так сказать, с депрессивной постройкой и граничащие с промышленной зоной. Соответственно, они, ну, не развиты, хотя географически находятся в центре города, имеют связь с метро, и один из самых таких примеров неразвитости – это станция метро Киевская. то есть там есть все, чтобы стать таким вот отростком центра в сторону, ну, то есть выйти лучом из центра, то есть там построить офисные здания, снести ту депрессивную застройку и так далее. А вот один из самых наглядных примеров такого центра стала станция Героев Труда, то есть фактически там есть все, что нужно для функционирования такого микрогорода. Поэтому пешеходные зоны надо строить не только в центре и, как бы, реализовывать проекты, а в тех местах, где, возможно, экономическая выгода получить, построить офис, построить бизнес. То есть мы там ставим пешеходную улицу возле парка или как в продолжение парка, и это к тем решениям бизнеса и развития центра оно решит еще вопрос транспортного потока, то есть в центр начнут меньше ехать и больше будут как разбиваться потоки на вот эти вот микроцентры. Поэтому это такая система есть, но она почему-то не реализуется в городе Харькове, и это очень печально, но по факту, я думаю, скоро мы к этому придем, потому что центр не резиновый и развиваться надо дальше. По поводу именно транспортных автомобильных путей, которые могут условно облегчить работу центральных улиц, у нас проблема есть не с проспектами и маестралями, а с кордовыми переходами, так сказать. Это те связующие дороги, которые будут связывать как раз вот эти вот маестрали, то есть у нас построена система дорог радиально, но соединения между этими маестралями как таковое отсутствуют, и одним из примеров такой недостроенной связующей дороги это связь между Пушкинской и улицей Саперной, то есть в генплане она есть, но пока она не реализована. Также очень оптимизирует транспорт, это связь между Совнаркомовской и Клочковской, то есть проходя через Хатоп, дорога действительно сможет облегчить проезд по Сумской, по Рымарской и так далее. То есть есть много проектов, из фантастики был проект, когда еще были деньги у города, это от Тетры сейчас, который спорткомплекс, подземный туннель под авиазаводом, под взлетной полосой с выходом на гидропарк и там дальше через мост с выходом далее на улицу метростроителей. Но это из фантастики, то есть туннели у нас сейчас вряд ли кто-то начнет строить, учитывая наш финансовый кризис. Вот, в принципе, и все решения, и если у вас есть вопросы, можете задавать. Принеси меня вопрос как у жителей Северной Салтонки. Первое, насколько возможно в перспективе построить станцию метро Сружбы народов, тем более, что она предусмотрена в плане развития метрополитена. И второе, по поводу таких дорог, которые могли бы связывать части города, Северной Салтонки через Данилов, там есть некая дорога в плохом состоянии, на Жуковского, наверх. Тоже можно было бы вполне сделать там развязку, относительно, наверное, несложную дорогу. Абсолютно верно. По поводу метро. Дружбы народов вообще уникальная станция по проектированию. Это единственная станция, которая разрабатывалась как хаб, именно транспортный, когда люди будут приезжать из пригорода и оставлять свои машины и ехать в центр или дальше. Для этого там уже были предусмотрены парковки многоуровневые. Сейчас даже есть застройка многоуровневой парковки. То есть это достаточно прогрессивная методика обустройства станции. И к тому же, как я говорил, с Одесской, если достройка до Одесской это будет достаточно дорого, то до Дружбы народов там минимальные потери и окупаемость реально в несколько раз выше, чем до Одесской. Но тут надо учитывать, наверное, политическую волю городских властей. То есть при постройке метро уже на Дружбы народов дальше может развиваться трамвайная сеть и закольцовывать метро Дружбы народов, Героев труда, дальше идти через Льва Толстого. И по плану у нас еще достройка нескольких кварталов. То есть до окружной можно закольцевать трамвай. Это очень повысит, во-первых, интерес и популярность электротранспорта. Во-вторых, это оптимизирует население. По поводу дороги через Даниловку. Там, насколько я знаю, в генплане есть дорога через Наталью Ужвий, то есть от Натальи Ужвий вверх к Жуковскому. Ну, опять-таки, это как и с улицей Саперная и Пушкинская связь, как и, например, улица Барабашова, на которой по факту от улицы Барабашова она очень классная в плане перспективы, что там можно строить сейчас уже велодорожку вдоль реки. То есть мы учитываем еще интересы велосипедистов сразу. И она работает очень хорошим связующим элементом для всего квартала. То есть сейчас он не застроен возле студенческой, возле академика Павлова. А если будет построена эта дорога, ну, это один из самых перспективных проектов, которые надо реализовать уже сейчас. – Покажите, пожалуйста, в плане предложения развязки не возникало ли у вас смысла, что если, например, искоризовалась и фантасия, что для того, чтобы снять напряжение на рынке Барабашова, на этой развязке не 50, а там, где академика Павлова пересекается непосредственно, если там проняют туннель где-то в районе метро академика Павлова, туннель, который как бы объезжен под этим холмом, проходит и выходит где-то в районе французского бульвара? – Ну, по факту строительство туннеля – это уже дорого. Ну, мы можем рассуждать и многие проекты, но это нереально в данный момент. А по проектам раньше было продолжение 50-летия в ЛКСМ через Барабашова и там, как вы знаете, возле метро моста построены даже поддерживающие конструкции для автомобильного моста. Но, так сказать, политическое желание или желание владельцев рынка, ну, не дает сейчас строить через рынок вот эту вот дорогу, которая уже, ну, мягко говоря, она уже должна быть. То есть, должна быть связующая между Киевской и Салтовкой, Восточной. Ну, это как «маст хэв». – Ну, у нас, скорее, даже не строится, а переделывается, так сказать, модернизируется. И в основном у нас модернизируются не трамвайные пути, по которым ходит только трамвай, а переезды. А переезды, опять-таки, как я в начале своей речи сказал, это учитывается больше вопросы автомобильного транспорта, чтобы они не покололи колеса, не, так сказать, не устраивали, если там произойдет авария, то есть начнется коллапс не только трамваев, но и автомобильная пробка. То есть, будет трафик джем на всех подходах к центру. Узкоколейка, ну, вы понимаете, это надо будет перекраивать всю транспортную систему города, но, если честно, это более перспективнее, с учетом того, что можно потом, как Винница, просить, так сказать, помощь у наших европейских партнеров и получать новые, ну, условно, из БУ трамваи, но с учетом то, какие трамваи БУ в Виннице и то, какие новые, условно, у нас, то ясно, что нам лучше строить узкоколейку. Но, опять-таки, каждый километр трамвайных путей это очень дорого. А если отдать постройку пути и вообще-таки транспортную куру, вы именно в частной руке, то есть в частной трамвайной компанией, частная коллегусная компания? Это абсолютно верное решение, но в городе Харькове, к сожалению, нету, так сказать, и вряд ли найдутся в ближайшие годы частные компании или те люди, которые захотят связываться с городом в таких крупных проектах. То есть, скорее, возможно, частно-государственная кооперация, но полностью в частные руки, это более политическое решение, чем экономическое и техническое. Но, по сути, частные компании, по правилам, они лучше управляют. То есть, город показал свою, мягко говоря, несостоятельность в управлении транспортом. Но в то же время и представители маршруток, которых 13 компаний в городе, мы не видим какого-то улучшения в плане их качества, удобства, тех же расписаний. Они занимаются тем, что, мягко говоря, пользуются какими-то преференциями от власти на определенном маршруте и никаких конкурирующих систем, ну то есть, моментов, где одна частная компания будет конкурировать с другой, у нас почему-то не предусмотрено. То есть, выделяются маршруты для одной компании и только она по ней ездит. Я считаю, это неправильно, потому что создается такая система, что перевозчик набивает маршрутку пассажирами до НЭС хочу и берет огромную плату, но при этом не учитывается сколько пассажиров. То есть, у нас в маршрутках никто не выдает билетиков. А это большой такой момент для коррупции. То есть, ну, а вопрос, куда они идут? Тут же вопрос, куда эти деньги в результате идут. И это надо скорее спрашивать городскую власть, почему они это не контролируют. То есть, я как бы лично против регуляторных всяких действий и моментов, но в этом вопросе мы по факту не учитываем безопасность пассажиров, когда маршрутки забиваются неконтролирующие, устанавливаются цены нереальные. Как пример, вот говорили про Северную Салтовку, там есть 54 маршрут. Он, у него протяженность 2,5 километра, ну, где-то примерно, от Героев труда и до Северной 5. Стоимость этого маршрута 4,5 гривни. В тот же момент с улицы Натальи Ужви и до Алексеевки ходит 55 маршрут. А там около 10 километров преодолевает, но цена 5,50. То есть, разница в гривню, но, извините, расстояния-то какие большие. Ну, и я не скажу, что 55 маршрут такой уж забиваемый пассажирами. То есть, тут большие вопросы к условным монополистам и их взаимодействию с властью. Я считаю, что для города очень необходима конкурентная среда. То есть, есть частная компания, хотите, ездите. Соответственно, вы должны учитывать некоторые правила города. То есть, это четкое расписание вашей маршрутки, набиваемость маршрутки, соответствующие, сколько у вас написано в самом салоне. То есть, если у вас написано 40 человек, то если у вас 41 уже там, маршрутка не должна ехать. Мы никогда почему-то не задаемся вопросом, когда вот втискиваемся в эти, ну, честно говоря, скотовозки получается, вопросом безопасности. Вы же понимаете, не просто так написано, что там должно быть 40 человек. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам.